Могу сказать следующее, что, наверное, вся медицина, или почти вся медицина, она работает в системе обязательного медицинского страхования, да, и финансируется через территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Понятно, что, так скажем, бюджет этих фондов, он формируется из федерального бюджета, из регионального бюджета. В прямом бюджетном финансировании остается совсем немного направлений медицины, которые работают на сегодняшний день. Это касается психо-наркологической помощи, это касается инфекции ВИЧ-СПИД, ну и так называемых безрезультативных вызовов скорой помощи. Могу сказать то, что в целом подразделение Нинецкая окружная больница на, наверное, почти 90% финансируется через фонд территориального медицинского страхования, через фонд ОМС. И, соответственно, в системе ОМС на сегодняшний день значимых, так скажем, каких-то секрестраций бюджета не происходит и не планируется. Насколько я себя понимаю, мы объемы, согласованные с Департаментом здравоохранения, помощи получили, тарифы мы получили. По тарифам и по объему медицинской помощи могу сказать, что больница в рамках этой программы не пострадает. То, что раньше передавалось по отдельным бюджетным ассигнованиям, по отдельным бюджетным субсидиям, это затраты на коммунальные услуги, на связь и так дальше, они сейчас тоже входят в стоимость тарифа. Поэтому значимого ухудшения какого-то в системе обязательного медицинского страхования ждать, наверное, в нашем регионе не придется. На сегодняшний день проводятся некоторые организационные мероприятия, направленные на улучшение доступности отдельных видов помощи к населению. Да, речь идет о том, что методы ультразвуковой диагностики, например, планируется передать в поликлинику. Например, речь идет о привлечении специалистов из других регионов для консультативной и для лечебной помощи в подразделения окружной больницы. Поэтому, наверное, подводя итог, можно сказать, что граждане Ненецкого округа, которые здесь проживают, они могут не тревожиться за качество медицинской помощи, за доступность медицинской помощи, но и за специалистов, которые работают в Ненецкой окружной больнице. Потому что фонд обязательного медицинского страхования, он уже довел и объемы, и объел тарифы, и при исполнении этих объемов, и соблюдении тарифов, Ненецкая окружная больница не будет убыточной. Редактор субтитров А.Семкин